За полярных крабов легче встретить в меню столичных ресторанов, чем на прилавках мурманских магазинов. И это заслуга браконьеров. Они наладили нелегальные поставки деликатесов в Москву и Петербург. Предприимчивым правонарушителям грозит наказание, вплоть до лишения свободы. Гаражный бокс, переоборудованный под подпольный цех по переработке и хранению морепродуктов в Ленинском округе Мурманска, сотрудникам пограничного управления по Западному Арктическому району удалось выявить в ходе спецоперации. Самих браконьеров взяли с поличным. Ими оказались двое местных жителей 59-го и 62-го года рождения. Один из них ранее уже привлекался к административной ответственности за незаконную добычу краба. В данный момент здесь чем вы занимаетесь? Срежестно. Что? Крабовые ноги. Крабовые ноги? Да. В помещении находились приспособления для варки краба, промышленная морозильная камера, электронные весы, а также упаковочные материалы. Раз, два, три, шесть, двенадцать, четыре коробки. Сырые конечности краба лежали и в багажнике транспортного средства. Их общий вес составил более 200 килограмм, а рыночная стоимость не менее 400 тысяч рублей. Злоумышленники пояснили, что добывали краба в губе Малая Волоковая, Баренцево море, и планировали уже на следующий день отправить партию на реализацию в Москву. Организованная преступная группа, осуществляющая незаконную добычу и реализацию морских биоресурсов, состояла из жителей Мурманской области, Санкт-Петербурга и Москвы. Ей удалось наладить постоянные поставки крабовой продукции в столичные магазины и рестораны. В настоящее время установлены и задержаны все организаторы и участники незаконной деятельности. В отношении участников преступной группировки возбудили уголовное дело за незаконную добычу водных биоресурсов. Теперь им грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Напомним, что в начале ноября уже была пресечена подобная попытка контрабанды камчатского краба. В прошлый раз все 98 особей, к удивлению служителей закона, оказались живыми и после задержания преступников отправились на волю.